Итак, друзья, всем привет! В этом ролике мы поговорим о Windows 11. Я раньше говорил о версии 23H2, которая выйдет в этом году. Но появилась информация, что её не будет. Будет следующая версия Windows 24H2, то есть в 2024 году во второй половине выйдет данное обновление. В данный момент она находится в ветке Developer. Но напротив, против своих же рассуждений, я хочу сказать, что 23H2 будет в формате обновления, которое улучшает внедренные функции в версию 22H2. Я не знаю, почему Microsoft идёт данным путём, но это говорит о том, что компания стремится к развитию и стабильности своей операционной системы. Версия 22H2. Поговорим на эту тему ещё. Тестируется сборка 22622. В ней есть такие новые функции, как вкладки в проводнике. И ещё ряд функций, которые были представлены в Developer-сборках 23H2. Ныне 24H2. Microsoft внедрит эти функции в версию 22H2. Мне почему-то кажется, что 23H2 будет обновлением, которое направлено на улучшение стабильности и производительности под капотом системы. Выйдет оно как накопительное обновление, как ныне происходит с Windows 10. Windows 10 поддерживается, однако выходят вот такие патчи. Расширенная поддержка у нас до 2023 года, до 13 июня. А версия LTSC до 2032. До 13 января. На этом всё. То есть я хочу сказать тем самым, что версия 23H2 она будет, но будет как обновление накопителя. Направлено на улучшение уже существующих функций. Функции и системы под капотом. И видимо новую версию Windows 24H2 мы будем ждать уже ближе к осени 2024 года. Windows версия Next. Вот оно. Будет дорабатываться меню пуск, будет дорабатываться интерфейс. По-видимому включаться прозрачность, которая была заявлена в промо-ролике на презентации Windows 11. В общем мы будем смотреть, следить за этой темой. Уже вышли новые сборочки. 25-163 и 25-158. Материал уже готовится, простите, что с опозданием. Очень много сторонних дел. А если данный ролик был полезен и понравился, ставим лайк, подписываемся на канал, пишем комментарии. Мы с удовольствием почитаем. И с вами пообщаемся. До встречи в новых роликах.